Дезинфекция, проветривание и кабинетная система. Новый учебный год в школах будет проходить в соответствии со строгим соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Директор департамента образования заверила, что школа Сарова обеспечена санитайзерами и средствами индивидуальной защиты. Рециркуляторы закуплены не в полном объеме и пока их установят в классах, где находится специальное оборудование, например, на уроке физики и химии. Эта установка говорена с главным санитарным врачом города Сарова, что в эти кабинеты, где происходит смена коллективов, будут поставлены рециркуляторы в обязательном порядке. Остальные по возможности будут использовать в течение периода переносные рециркуляторы, которые будут обрабатываться каждый класс в течение определенного периода времени. Также каждая школа составит график прихода детей, чтобы сократить количество личных контактов. Расписание звонков на уроки и перемены тоже будет скорректировано. Всем детям обязательно будут измерять температуру. Если она будет близка к 37, то ребенка в школу не пустят. В сегодняшних условиях, если хоть один ребенок заболевает ковидом и выставлено это заболевание, весь класс садится на 14 дней на карантин. Эти две недели дети будут продолжать учиться, но дистанционно. Хотя такой опыт есть, никто из участников образовательного процесса не хочет к нему возвращаться. Но и отказываться не собираются. Рекомендовали школам, а дальше уже это решение образовательной организации, раз в 10 дней или в две недели проводить один день дистанционного обучения. Либо не целый день, а предположим классный час в дистанционном режиме, чтобы просто не утратить навык взаимодействия учителя и детей в дистанционном режиме. Всем поддерживать компетенции. Несмотря на все сложности дистанционного обучения, в четвертой четверти саровские школьники в большинстве своем справились с экзаменами. Самый хороший результат для нас и позитивный, это самые высокие за последние годы, это у нас 16 стубальников и 17 стубальных результатов. В минувшем учебном году и летом в нескольких образовательных организациях проходили ремонты. Наталья Володько отметила, что по итогам работы комиссии все школы готовы к новому учебному году. Также все пристально следят за ходом строительства новой школы на улице Зорги. Мы надеемся, что 1 сентября уже 2021 года мы сможем открыть ее для родителей и для детей. Мы надеемся, потому что подрядчик отрабатывает очень хорошо и это самое быстрое строительство, которое на сегодняшний день в рамках образовательных учреждений у нас идет. Нововведений в школах с 1 сентября будет много. Не все они связаны с влиянием пандемии. Некоторые новшества были запланированы достаточно давно. Это, например, касается бесплатного горячего питания. В новом учебном году завтраками будут кормить учеников первой смены, обеды приготовят для тех, кто будет учиться во вторую. Елена Грицкова, Евгений Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24.